МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире. В студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. Молодой человек спрыгнул снова моста через Оби в Барнауле. Об этом стало известно сегодня. Видео появилось в сообществе «Инцидент Барнаул». По предварительной информации, прыжок был совершен 30 июля. Отмечается, что парень не пострадал. В Краевом управлении МЧС отметили, что звонков от ЧП не поступало. Барнаульцам также напоминают, что подобные эксперименты опасны для жизни и повторять их не стоит. Очередное смертельное ДТП на дорогах Барнаула накануне в 17.30 напротив дома номер 42 по улице Титова автомобиль Ниссан Сани, за рулем которого была девушка 86-го года рождения, сбил двух пешеходов. 62-летняя женщина и 7-летняя девочка переходили дорогу. После столкновения с автомобилем женщина скончалась на месте. Девочку госпитализировали в горбольницу номер один. Виновника происшествия определит следствие. Сотрудники госавтоинспекции напоминают пешеходам, прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что водитель вас видит и пропускает. Тем же, кто находится за рулем, необходимо быть предельно внимательными. Пешеходы, особенно дети, могут появиться на дороге неожиданно, в том числе и там, где нет пешеходного перехода. 13 новых модульных котельных появятся в Алтайском крае к новому отопительному сезону. На эти цели краевые власти выделили около миллиарда рублей. Современный энергоэффективный теплообъект накануне запустили в Олейске. Котельная экономична. По сравнению со старыми, новая на 12% снижает расход угля. А это значит, что горожанам не придется переплачивать за отопление. Цены останутся прежними, но главное преимущество – высокая надежность. Риск, что котельная внезапно выйдет из строя, практически равен нулю. Помимо Олейска, подобные объекты к 15 сентября появятся еще в 9 районах края. Самая масштабная у нас реконструкция будет по городу Змейногорску. Там порядка больше 200 миллионов будет потрачено. Будет установлено две модульных котельных. В немецком районе у нас были проблемы по этому году. То есть там мы ставим модульную котельную в Шумановке, готовим кусак, в котором эта проблема была. О новых котельных и в целом о подготовке края к отопительному сезону расскажем в вечернем выпуске наших новостей. Сегодня в Наукограде начнут проверять готовность детских садов к новому учебному году, сообщают корреспонденты Бийского и Рабочего, о чем еще можно прочитать на страницах изданий Сибирской медиагруппы в нашем кратком обзоре. Насколько готовы бийские дошкольные учреждения принять детей, по традиции проверят специалисты управления образования, государственного пожарного надзора, сотрудники ГО и ЧС. Они осмотрят учебные кабинеты, пищеблоки, медпункты, дадут оценку общему состоянию зданий, особое внимание уделят пожарной и антитеррористической безопасности детских садов. Учреждения, в которых обнаружат нарушения, не смогут начать работу, пока их не устранят. Проверять детские сады будут до 13 августа с 6-го. Проверки начнутся и в школах Наукограда, добавляют корреспонденты бийского рабочего. В московском комсомольце на Алтай можно прочитать о том, что в пригороде Барнаула обнаружили тайник с оружием и боеприпасами. Местный грибник нашел пистолет и вызвал полицию. А уже сотрудники Росгвардии обнаружили тайник, в котором было 4 пистолета и 802 патрона. Весь этот арсенал был изъят правоохранителями. Теперь они устанавливают, кто им владел. Очередное затмение. Теперь солнечное смогут увидеть жители края. Об этом сообщают аргументы и факты Алтай. На этот раз затмение будет частичным. Луна закроет лишь 20% Солнца. Случится это 11 августа в период с 17 до 18 часов местного времени. Для желающих понаблюдать за явлением в Барнаульском планетаре установят телескоп. Татьяна Голубева, наши новости. Тысячи заключенных смогут выйти на свободу досрочно из-за нового закона. Госдума приняла новые поправки в Уголовный кодекс, согласно которым один день пребывания в СИЗО приравнивается к полутора дням в воспитательной колонии или колонии общего режима, а также к двумя дням пребывания в колонии поселения. Закон вступил в силу в июле. Ряд экспертов уже высказали предположение, что это запустит массовую амнистию в России. Нововведение повлияет на тюремные сроки порядка 100 тысяч заключенных в стране и 1748 заключенных в Алтайском крае. Участие из них будет сокращен срок, другие смогут вовсе выйти на свободу. А датайство в суд о перерасчете срока могут подать как сами заключенные, так и сотрудники Федеральной службы исполнения наказания. В Алтайском крае после перерасчета сроков смогут раньше выйти на свободу бывшие депутаты и сотрудники органов власти. К примеру, экс-депутата КЗС Александр Мастинин может подать заявление на условно-досрочный выход уже сейчас. Сыну бывшего главы администрации Барнаула Игоря Савинцева Максиму до освобождения остается примерно полгода. А вот экс-вице-губернатор Алтайского края Юрий Денисов не сможет воспользоваться пересчетом, поскольку отбывает наказание в колонии строгого режима. Денисов может просить об УДО только в 2020 году. О других заметных изменениях в российском законодательстве, которые вступили в силу с 1 августа, мы расскажем в нашем вечернем выпуске. Более 2 миллионов рублей отдала добровольно мошенникам. Бейская пенсионерка, как сообщает Краевое управление МВД, 69-летняя женщина услышала по радио объявление компании «Справедливость», которая якобы помогает пенсионерам вернуть недоплаченные и положенные по закону деньги. Она позвонила по озвученному телефону, на другом конце провода трубку взял мужчина и пояснил, что для оформления договора с компанией ей нужно оплатить 50 тысяч рублей. По телефону ей были продиктованы данные, куда именно нужно перевести деньги. После этого начались звонки. Сначала позвонил мужчина, который сказал, что будет курировать ее договор и попросил перевести 380 тысяч рублей, затем якобы адвокат, потом руководитель компании. В общей сложности пенсионерка переводила деньги 12 раз. Суммы колебались от 50 до 380 тысяч рублей. Женщина отправила все имеющиеся у нее накопления, после чего заняла у знакомых еще миллион рублей. В общей сложности с апреля по июню она лишилась 2 миллионов 209 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», совершенно в особо крупном размере. И о погоде. Спонсор прогноза погоды компании «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. Крайпеременная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный слабый, температура в городах Край примерно на одном уровне, в Камни-Наби около 22 градусов выше нуля, плюс 23. Ожидается в Бийске, Белокурихе и Рубцовске до 24. Тепла в Алейске, в Парнауле без осадков и до плюс 24. А на этом у меня все новости. Телефон редакции 722-440. Хорошего настроения вам и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok